Неделя до выборов президента страны. Как готовиться к этому событию в Мирненском районе? Рабочий день сотрудников службы исполнения наказаний Якутска. В России отмечают день работника уголовной исполнительной системы. В Нерюнгре встретили весну народными гуляниями, что подготовили для жителей Южной Якутии организаторы. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. Центральная избирательная комиссия сегодня завершит прием заявлений о голосовании по месту пребывания. Это последний день, когда избиратели могут подать в любом избирконе, в многофункциональном центре или на портале госуслуг заявления о голосовании на выборах президента страны по месту пребывания, а не по месту регистрации. Ранее в ЦИК сообщали, что количество поданных заявлений приблизилось к 3 миллионам. Сегодня до конца рабочего дня можно уже подать заявление по всем участковым избирательным комиссиям о здании территориальной избирательной комиссии через МФЦ и через портал государственных муниципальных услуг. Заявление можно подать будет только участковые избирательные комиссии по месту регистрации избирателя. О том, как проходит подготовка к выборам в Мирненском районе, узнавала моя коллега. Члены территориальной избирательной комиссии уже не первый раз проводят подобные учения. Главные слушатели – председатели участковых избирательных комиссий. На совещании основной вопрос – подготовка к предстоящим президентским выборам. Говорили о новом порядке голосования. Если ранее выдавали открепительные удостоверения, теперь их нет. А значит, и досрочного голосования не будет. Граждане заранее могут подать заявление о включении в список на избирательный участок по месту нахождения. На сегодня по Мирненскому району более 1600 человек воспользовались такой возможностью. Напомним, документы принимают территориальные участковые избирательные комиссии и многофункциональные центры. Однако сменить место голосования можно будет только до 12 марта. А вот с 13 числа можно будет подать заявление, так называемое уже спецзаявление. И оно отличается тем, что его можно только подать по месту своей регистрации. Только на своем избирательном участке. То есть там, где избиратель находится в списках избирателей. С 25 февраля работу начали избирательные участки. Каждый из них оборудован камерами наблюдения. Для посетителей подготовили информационный стенд, где можно узнать данные о кандидатах и о самом голосовании. Всего в день выборов в Мирненском районе будет работать 34 избирательных участка. Дополнительно создан временный участок в Тасюряхе. На территории Мирненского района сформирована временная участковая избирательная комиссия номер 808. Она специально создана для избирателей среднего бытуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Примерно от Мирного 230 километров находится. Там сейчас около 2500 избирателей. Члены территориальной избирательной комиссии планируют провести подобную встречу еще раз. Уже в последней, перед главными выборами страны. Ивана Филиппова, Антон Каханский, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Руководитель региона встретился с участниками программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств. С рабочим визитом в село Туму у Мегина Конголасского района посетил Егор Борисов. Совещание при главе Республики Саха-Якутия Егора Борисова проводилось по вопросу финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий участников программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств Республики. На совещании глава Республики отметил, что следует понимать, что введение сельского хозяйства на территории Якутии – это, с одной стороны, традиционное занятие, а с другой стороны, это экономическая деятельность, которые между собой должны сочетаться, также должны создать условия самообеспечения жизнедеятельности людей, которые живут в сельской местности. Закон о развитии сельскохозяйства, наоборот, уже сегодня требует ответственности людей, которые пользуются государственными средствами, чтобы их эффективно использовать. То есть, теперь уже в соответствии с бюджетным кодексом, в соответствии с теми законами, которые есть в Российской Федерации, за полученный государственный рубль, получивший должен нести ответственность. Насколько он эффективно использован? Глава Республики дал указание правительству Якутии и Министерству сельского хозяйства и продовольственной политики о необходимости пересмотреть и определить главные приоритеты и внести предложения. Главой Республики поставлена задача с учетом Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики, с учетом того, что в этом году на реализацию государственной программы в области сельского хозяйства правительством Республики предусмотрено 10 миллиардов 600 миллионов рублей. Дано поручение, чтобы мы обеспечили приоритетацию наших мероприятий в рамках наших государственных программ с учетом новых вызовов по повышению минимального размера оплаты труда в сельскохозяйственных организациях. Все предложения и вопросы будут рассмотрены правительством Республики. Марина Трифонова, Вячеслав Сайников, Мегина, Конголасский район. В этом году в Ленске появится логистический центр по доставке и распределению продукции местных производителей. Такие же центры будут создаваться и в других промышленных городах Якутии. Об этом в программе «Актуальное интервью» заявил руководитель Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Василий Афанасьев. Пока продукция сельских товаропроизводителей Республики доступна жителям западных районов лишь во время проведения специальных выставок ярмарок. В предстоящие выходные ярмарка «Байдан» пройдет в Мирном. Освоение промышленных районов должно начаться со строительства логистических центров. И первый логистический центр мы ожидаем, что в Ленске должен открыться в этом году. С Мирным мы решили вопрос по выделению земельного участка и начнем строительство с этого года. Я думаю, что в ближайшие полтора-два года логистический центр появится там. Логистический центр мы решили построить, потому что если каждое предприятие будет строить отдельно свои магазины, это будет очень затратно и очень много денег потребуется для того, чтобы привлечь людей туда. А если мы откроем один логистический центр и большинство наших производителей постараемся завести туда, как рынок, сельскохозяйственность сделать, чтобы там был полный ассортимент товаров, то я думаю, что это будет гораздо более привлекательно для покупателей. Горожане начали приобретать недвижимость за пределами республики, а вот жители районов Якутии, наоборот, начали покупать квартиры в Якутске. Это все стало возможным благодаря подаче пакета документов через интернет. Также, как отмечают риэлторы, ипотеку активно начали оформлять молодежь до 30 лет. В городе Якутске в разы выросл спрос на первичный рынок. Это говорит о том, что горожане начали продавать свою старую недвижимость, а затем приобретать новые квартиры в застраиваемых районах Якутска. Другие же начали покупать недвижимость за пределами республики, а вот спрос на местную недвижимость остается актуальной для жителей районов. Ну, как всегда, востребованы и являются две наши столицы. Это город Москва и Санкт-Петербург. Также город Сочи очень востребован, так как у них климат хороший. Ну, получше, чем у нас, скажем, потеплее, и фрукты все свежие. Поэтому вот Питер, Москва и уже Сочи. Если считать по улусам, первое место у нас занимает город Покропск, Кангаласский улус, дальше Чуропчинский улус, потом уже Верхневолюйский улус. А северные районы у нас? Северные районы, к сожалению, вот так вот повелось, то, что они обычно, ну, летом приезжают. Они не круглогодично у нас, к сожалению, покупают квартиру. Летом у них отток клиентов северных улусов очень большой. Сегодня, 12 марта, в России отмечают День работника уголовной исполнительной системы. На рабочем месте сотрудников УФСИН побывала Саргалана Федорова. Сейчас мы находимся в отделе охраны лечебно-исправительного учреждения номер 5. Сотрудники занимаются охраной периметра учреждения, также отвечают за соблюдение пропускного режима и, конечно же, за недопущение побега осужденных. И перед тем, как пойти на путь, сотрудники заряжают оружие в специально отведенном месте. Место оборудовано приспособлениями, исключающими случайный выстрел. К другим темам. В Ленске соревновались в компьютерных играх. В кибертурнире приняли участие более 30 молодых людей. Геймеры за компьютерным столом выяснили, кто лучший боец и футболист. Подробности в следующем сюжете. В небольшом зале, где буквально яблоку негде было упасть, собрались настоящие фанаты двух популярных компьютерных игр. UFC 2, известная более как «Бои без правил» и FIFA 18. Организаторы мероприятия постарались привлечь молодежь не только приятным времяпровождением, но и различными призами. Много ребят играет, все говорят то, что скучно, то, что нет достойных соперников. Решили собраться и провести игру, чтобы выявить самого сильного. Пройдя жеребьевку, игроки разбились на три команды. Сначала отборочный тур, затем, как на настоящих соревнованиях. Полуфиналы и финал. В условия игр были введены некоторые ограничения. В боях без правил нельзя было использовать персонаж МакГрегора. А FIFA – команду Реал. Поэтому перед началом турнира игроки уже задумывались о том, как строить компьютерный матч и на какую команду рассчитывать. Ну, скорее всего, Барселона. Но я не могу пока что прикинуть, что к чему. Как играть будет это уже? Тунгенчанин скажет, что будет играть по-своему. А там уже от противника зависит результат. Выиграет сильнейший, неотъемлемое правило любой игры. Без МакГрегора, так без МакГрегора. Есть и другие персонажи. Заранее пока никто не желал открывать карты. Поэтому участники говорили в общем о стратегии и стиле сражений на компьютерном ринге. Стиль боя. Бои без правил будем биться. Ну, конечно, ударного возьму игрока. Надеюсь на победу. Ожесточенные бои и напряженные матчи проводились в течение почти четырех часов. В результате были определены победители, которые получили денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей и другие подарки. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск. Нюрюнгринцы празднуют приход весны и устраивают народные гуляния в знак ее наступления. Что подготовили для жителей Южной Якутии организаторы, расскажут наши корреспонденты. Площадка празднования встречи весны развернулась под открытым южно-якутским небом. Фольклорный праздник со своей яркой радостной атмосферой собрал немало гостей. Мы решили в начале марта устроить праздник, что-то вроде Дня здоровья, вроде Масленицы. Идея собрать людей, семьями весело отдохнуть, порадоваться природе, поиграть в старые русские игры. Русский народ смеется, пляшет и поет. Конечно, ведь провожают зиму и встречают долгожданную весну. Зима, прощай! Весна, здравствуй! Гостей праздника ждали игры и забавы русского народа. Множество конкурсов и викторин, а под завершение зажжен огромный костер, как символ прощания зимой. Несколько чудесных друзей организовали этот праздник для всех любителей активного отдыха, и которые всегда, постоянно что-нибудь организовывают. Очень замечательно. Мы все сегодня в русских нарядах и празднуем приход весны. Нерюнгринцы радостно кружились в хороводах, фотографировались в красочных нарядах и завоевывали медали в спортивных состязаниях. После награждения приятными призами они с удовольствием кушали пирожки и пили душистый чай. А танцы в исполнении «Белых медведей» зажгли всех. Если судить по горящим глазам гостей, то праздник удался. Екатерина Павлова, Сергей Козюра. Нерюнгре. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова